Бритва после заточки прислали новодельный тир в кожном футлярчике, попросили убрать немного патины и заточить. Патину убрал, тут у вас по обеим сторонам эдли была, на хвостике тут что-то было, пятнышки. Так все сполировал, убрал. На носике тут еще пятно было, до конца оно не убралось. Во всем остальном бритва была чистенькая. Геометрия на удивление неплохая, либо ее уже точили до меня, либо с этим экземпляром повезло. Скорее всего до меня их кто-то уже подравнивал. Из того, что реально плохо, это сталь. Сталь паршивая именно на этом экземпляре. Она как бы полностью вся проточилась, вся режущая кромка от пятки до носика, но вот где-то вот это место хорошее от пятки и сантиметра полтора-два. То есть, ну нормально точится, нормально держит кромку, нормально проходит тесты. Все остальное где-то три четверти. Вот, ну тут сталь сильно перекаленная. Во-первых, она дико крошится при заточке. То есть, просто так ее не заточишь с наскока. Надо специальные камушки брать, специальной техникой точить, чтобы не было хотя бы выкрашивание. Ну а во-вторых, она сама по себе перекаленная, поэтому будет не очень стойкая и с большой вероятностью в бритье будет садиться намного быстрее, чем вот эта вот часть в районе пяточки. Она как бы тесты проходит и более-менее мягкая, но по опыту, по ощущениям могу точно сказать, что с бритвой не повезло в плане стали. При том, что она ровная, тут нет никаких провалов. Ну, либо если они были, то они уже давно выточены кем-то. То есть, заточивается она нормально в плане геометрии. Ну, начиная с самого там первого, там даже пускай с тысячного камушка, вот эта бритва крошится в оптику смотришь даже при... Даже тут микроскоп никакой не на десятикратное увеличение смотришь в обычную луку. Вот, там видно прям невооруженным глазом, как она все выкрашивается, какие дыры на кромке остаются. И это просто после тысячного камня при заточке без давления абсолютно. Вот, то есть, ну, что со сталью явно не то. Скорее всего, она перекаленная. Так бывает. Притом, вот эта часть, она вся хорошая, повторюсь. Ну, я вот это выкрашивание частично поборол, ну, не знаю, процентов на 80. То есть, кромка, она без сколов. Даже если в оптику сейчас смотреть, сколов каких-то выкрашивания таких серьезных нет. Под микроскопом, да, там может быть в паре мест, видны какие-то места, но это именно или очень крупные карбиды, или просто, ну, сталь настолько каленая, что она не выдерживает нагрузок при заточке, поэтому в некоторых местах и украшивается. Но, опять же, бриться ее можно править на ремень, ее можно, она будет направляться нормально. Вот, просто ее не хватит так надолго, как хватило бы там бритвы, сделанные из нормальной стали. Ну, попробуйте, побрейтесь, как бы обычный новодел, обычный новодел. Антикварные, конечно, в разы лучше будут.